Новый современный жилой комплекс «Радужный» – это целый город на поселке Таирово со своей транспортной развязкой и прекрасной инфраструктурой. Но обо всем поподробнее. Здесь все под боком, и складывается впечатление, что тот, кто имеет тут квартиру, может и вовсе избегать городскую суету и без особой надобности в город не выезжать. Особенно удобно мамочкам с маленькими детьми. Магазины, банки, салоны красоты – все в шаговой доступности. А если малыш уже готов идти в детский сад, то это тоже не проблема. Он как раз находится в одном из соседних дворов. С первых минут, попадая в сад, действительно ощущаешь радужное настроение. Бассейн, батут, яркие горки и карусели. В общем, на этой игровой площадке есть даже больше, чем можно себе представить. Программа детского сада тоже не совсем стандартная. А впрочем, судите сами. То самое важное, что отличает нас, не буду слишком хвастаться, от других детских учреждений – это большое количество образовательных, развивающих, коррекционных, репетиционных программ. То есть все, что делается в детском саду, политика нашего учреждения направлена на оздоровление, на коррекцию. У нас очень сильная база коррекционная. У нас очень сильная методическая база. У нас работают преподаватели, это обязательно включено в программу, преподаватель по подготовке в школу. Детки, которые посещают наше учреждение, в 4 года начинают посещать учебный класс, куда приходит отдельный преподаватель и готовит детей к школе. Плюс ко всему, у нас есть и томатистерапия, это прослушивание классической музыки через специальные наушники и как бы фарбрейн-дефектология, когда детки, произнося, прослушивая тоже через наушник, специальные микрофоны, они проговаривают какие-то слова, фразы и быстрее как бы уже идет работа к дефектологии логопедии. То есть как бы это и заикание, и просто первые фразы, которые как бы детки пытаются сказать, у них не получается. Как бы в этом случае, конечно, оно работает. Несмотря на то, что детский сад все-таки частный, 80% детей – это жители комплекса «Радужный». В сад принимают с годовалого возраста. Но если с дошкольным учреждением все понятно и очевидна близость в расположении, то детям постарше до школы нужно добираться. Хотя изначально застройщикам планировалось возвести в «Радужном» и общеобразовательную школу, так как она входит в генплан. Но экономические и политические трудности в стране внесли свои временные коррективы. Действительно, существует проблема со школой. Сейчас, в эпоху глобализации и в эпоху всемирной экономии и кризиса, который сейчас, к сожалению, опять у нас в стране и во всем мире, действительно очень сложно построить новую школу. Это не просто потому, что застройщик не хочет выделить деньги или не хочет выделить землю. Это действительно очень серьезное строительство. Почему новая школа еще невозможна? Новая школа требует определенного количества населения, которое будет проживать. Данного объема населения в настоящий момент нет. Открывать школу дошкольную или школу младшего на 1-2-3 класса нет никакого смысла. Мы пошли наиболее сложным путем. Мы попытались действительно внести изменения в детальный план территории, расположить школу максимально близко, запроектировать школу максимально близко к строящимся домам и найти бюджетное финансирование, поскольку школы финансируются исключительно из государственного бюджета. Их нет возможности финансировать из других источников. Это школа. Но вы понимаете, социально-экономическое и политическое положение в стране, военные действия, угроза сепаратизма, угроза территориальной целостности в стране. Естественно, выделение таких средств, а школа это будет сегодня 70-80, может быть и 100 миллионов необходимо для строительства школы. Об этом сегодня речи идти не может. И ни один председатель, ни район, ни областной администрации, ни администрация президента естественно ответить на этот вопрос не смогут положительно. Учитывая сложившиеся обстоятельства, представители застройщика попытались найти выход из положения. Нашли другой вариант – школу в поселке Таирово, куда детей ежедневно доставляют школьный автобус, а время в пути – не более 20 минут. С 1 сентября и на протяжении всего года вот сюда, на эту площадку, будут прибывать два автобуса, которые будут доставлять детей из дома в школу и обратно. Мне такая система обучения именно этого учреждения напоминает принцип работы американских школ. Помните, как в старых голливудских фильмах, когда удобно и родителям, и детям. В 7 часов первый рейс автобуса, без 15,8 второй рейс автобуса. Он привозит одну партию детей и потом едет за другой партией детей. Дети четко знают, когда надо выходить, где какие остановки. С водителем всегда ездит воспитатель. Дети сами себе не предоставлены. К ним прикреплен воспитатель, который ездит, собирает детей, потом точно так же ездит после обеда, после уроков. Когда заканчивается 5, 6, 7 урок, мы отправляем детей по домам. Но на этом плюсы не заканчиваются. Очень большое значение имеет и тот факт, что численность в классах этой школы ниже, чем в городских. Да, в одесских школах намного больше деток. Больше 30 деток в классе занимается. У нас, конечно, это же меньше, потому что наша квадратура не позволяет поместить то количество, которое в одесских школах. Это максимум 25-26 человек помещается в кабинет школьный, в класс. Больше мы не можем туда поместить детей, потому что квадратура, опять же говорю, не позволяет. Поэтому, естественно, дети получают больше знаний, потому что их порядка 10% меньше, чем в одесских школах в каждом классе. Ну вот здесь есть весь ответ в этом, и знания, и результаты, естественно, больше. Районные школы сегодня укомплектованы не хуже городских. Тем более, что в том году застройщик закупил новые доски и парты. Так что в этой школе есть все для полноценного учебного процесса. И даже аппаратура для наглядного материала. Есть у нас в школе проекторы, есть у нас экран переносной. Мы пользуемся и обязательно показываем. Как же не показать детям лица на Ялтинской или Тегеранской конференции? Обязательно показываем. Нормально для лучших своих своих? Да, потому что есть работа с учебником, а есть зрительная память, которую увидел и запомнил. Потому что, сколько бы я ни говорила о исторических особах, но если я показала им от Афон Беспарка, они его увидели и запомнили, что это он, и они его узнали. Так же, как и других исторических особенностей. В Таировской школе сильный педагогический состав, который дает не только мощную стартовую базу, но и готовит выпускников к поступлению в ВУЗы. У нас очень сильная начальная школа. Школа начальная сильная, поэтому удобно, когда дети приходят. Я беру учеников с 8 класса, я преподаю углубленную математику. То с этими детьми можно изучать углубленную математику. Они трудолюбивы, они приучены работать, они приучены к порядку. Очень было хорошо. В основной части Таировской школы вовсю идут строительные работы. Полностью с нуля отстраивается актовый зал. Красятся стены коридора, полы в классах. В общем, полным ходом идет подготовка к новому учебному сезону. На сегодняшний день государственное финансирование весьма слабое, причем похожая картина во всех отраслях. И поддержку зачастую приходится искать у меценатов. В этом году благодаря застройщику учебное заведение все свои праздники будет проводить здесь, в новом актовом зале. Ремонт пока в полном разгаре, но уже день осени дети будут отмечать точно на новой сцене. Ну, вначале пришли, конечно, в жутком состоянии он был, но степ-бе-степ одно за другим сделаем. Я уверен, что он будет шикарный. Здесь мы делаем сейчас реконструкцию из двух помещений. Одно помещение большое, это которое, собственно, бывший актовый зал. Второе помещение, которое было вспомогательное. Здесь снесли стенку, делаем, ну, что-то типа подпорной стенки. Это будет сцена, да. Значит, сделаем стяжку, постелим хороший ламинат, закупим новые стулья. Я думаю, что будет очень даже достойно. Здание школы граничит с парковой зоной, облагороженной и чистой. А стадион, где проходят уроки физкультуры, оборудован сидениями для зрителей и засеян голландской травой, как на лучших футбольных аренах. В общем, перечислять достоинства школы можно бесконечно. А самое главное, что этот альмаматор в духе лучших советских времен. С той базой образования, которую в городе не так-то просто найти.